А сейчас я вам показываю полностью весь агрегат в сборе. Поэтому я буду садить его посредством фрезы и окучивателя, и посредством впереди два колеса, а сзади окучник. А может быть загребем и мотор сечем, а может быть и тяжелым. Посмотрим. Садить в этом году будем этим мотоблоком проросшую картошку двумя вариантами. Друзья, я вас приветствую. Вы, как всегда, на канале Кто в теме. Сегодня тема ролика будет у нас следующая. Это мой маленький друг ДТЗ-470Б. Ну, самый маленький мотоблок, какой у нас есть по максимальной обработке земли. Значит, я в позапрошлом ролике показал вам, как делаются грунтозацепы к фрезам. В прошлом показал, как делается барана двухрядная. А сейчас я вам показываю полностью весь агрегат в сборе. Значит, друзья, прекрасная техника. Прекрасная техника. Сейчас вы видите ее в рабочем, снаряженном состоянии. Значит, впереди опорное колесо. Это для транспортировки его к огороду. Приподнимаете сзади руль и толкаете мотоблок к огороду. Ну, может быть, конечно, немножко неудобно. Вот. Ну, по-другому здесь никак нельзя. Значит, смотрите. Так, как я вам и рассказывал. Фрезы. Грунтозацепы. И сзади барана. Значит, цепляется барана либо к штатной сцепке, либо к той сцепке, которую я вам показывал. Эта сцепка идет на тяжелые мотоблоки, на блоки средние мотоблоки. Ну, тут есть несколько расхождения. Посадочная платформа тяжелого мотоблока. Вот я ее тут переделывал, доделывал эти самые накладки для того, чтобы оно не телепалось в мотоблоке. И она, эта сцепка, не подходит к малому мотоблоку. Впереди в роликах весной прошлого года я вам показывал изготовление вот этой платформы. Эта платформа одевается вот сюда, в это штатное место, где проворачивается она вдоль сцепки. И ставится, прикручивается вместо вот этой платформы. Ставится эта платформа. И вы вставите эту сцепку на мотоблок. Это получается верхняя часть бараны, стойки бараны. А вот это получается нижняя. И цепляете два варианта. Один вариант штатная сцепка. Просверлить дополнительно дырку. Есть в предварительных роликах. Вот эта вот просверленная дырка. В прошлом ролике не говорил. Вот эти дырочки все сверлятся вот по этому посадочному гнезду. Так как вы рассверлите здесь, вот такое расстояние должно быть между дырками. Чтобы барана и последующее орудие могло встать в это штатное место. В чем недостаток этой сцепки? Недостаток сцепки только один. Это тот, что вы не можете изменить угол атаки. А этой сцепкой вы меняете угол атаки свободно, так как вам хочется. Я работал и этой сцепкой, и этой сцепкой. Если этой сцепки нет в наличии, можно обойтись штатной сцепкой. Рассверлить отверстие дополнительное в этой сцепке. Принцип работы следующий. Впереди идет фреза. Она подталкивается грунтозацепами. А сзади барана двухрядная загребает. То, что было впереди. Если вам нужно ров закрыть на огороде, и вы обычно выходите, ну как вот это вот в селе, выходят с лопатой и начинают вот это вот пространство, где ров соединительный, пахоты. Они берут его и лопатой закапывают. Ну, здесь этого делать не надо. Я становлюсь вдоль рва этого и спокойно загребаю вот этой бараной. Впереди идет фреза. Она прекрасно тянет барану. Вы нажимаете поглубже рулем на барану, и она загребает землю, подталкивает ее к рву. В общем, в принципе, вы все это увидите в наглядную. Только сейчас вот погода наладится, только земля как бы поспеет. Мы сразу с вами выедем в огород, и я вам покажу работу этого агрегата в действии. Если вы любитель красивого огорода, и у вас есть такой мотоблок, но нет такого агрегата и такого орудия, я вам рекомендую его сделать. Сейчас это будет очень актуально, когда вы только земля созреет, выйдите, сделаете, заровняете огород, то есть вы его практически подготовите под фрезерование. После этого выпускаете фрезу и садите там, что там вам надо полностью. Я обычно фрезой обрабатываю перед посадкой каждой культуры. Вот я готовлю площадь под картошку, потом мы вначале мы делаем садим лук, чеснок у нас посажен, там у нас есть ролики, где обрабатывают этот мотоблок чеснок, лук, вы можете тоже посмотреть его как бы в работе. Ну а после лука садим картошку. Я опять фрезерую, готовлю почву большим мотоблоком и садим. Садить в этом году будем этим мотоблоком проросшую картошку двумя вариантами. В прошлом году я вам показывал и я смотрю, что очень много просмотров по этому ролику. Поэтому я буду садить его посредством фрезы и окучивателя и посредством впереди два колеса, а сзади окучник, который прорывает ров. В ров я ложу проросшую картошку, потом мы этим маленьким мотоблоком это загребем. А может быть загребем и мотор сечем, а может быть и тяжелым. Посмотрим. У меня орудие труда есть и я с этим справлюсь, поверьте мне. Поэтому впереди весной я вам покажу два ролика. У кого есть культиватор, мотокультиватор, это тоже актуально. У меня был мотокультиватор и я садил мотокультиватором картошку. То есть впереди шла фреза, а сзади фрезы шел окучник, который рыл ров и я садил картошку. Укладывал картошку, а потом мы ее просто загребали граблями, потому что еще тогда не было у меня ни окучников, в общем не было надлежащих орудий для того, чтобы это делать. И понял, что прекрасно можно садить мотокультиватором. В принципе по ролику у меня все. Орудие вы видели в сборе полностью и если у вас есть желание, вы его можете приготовить уже до начала весенних работ. На моем канале есть плейлист мотоблок DTZ 470B. Как я его применял в прошлом году, вы все посмотрите на этом плейлисте. вы сможете посмотреть, может что-нибудь добавить. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я всем отвечаю. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ставьте лайки. Кому понравилось, подписывайтесь. Ждем весны и потом на огород. До следующего ролика.